Сегодня 7 ноября 2020 года. Я Зварович Евгений Богданович, заведующий кафедрой эксплуатации автомобильной и горного дела в филиале КСГТУ в городе на Кузнецке. Выступаю против цифровизации, так как считаю, что данная процедура является экспериментом и приведет к ухудшению качества образования. Потому что все наши нормативные акты, правовые акты и все остальное рассчитаны на то, что процедура образования идет у нас более-менее эффективно, как считается. И любое внедрение типа цифровизации приведет к ухудшению эффективности. Поэтому в конечном счете мы придем к ухудшению качества образования. Мы или больше будем тратить ресурсы на то, чтобы обучать студентов, или студенты будут больше тратить время на обучение. То есть эффективность процедуры обучения будет резко снижаться. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Ну сегодня, 7 ноября, всесоюзная акция «Родители против цифровизации». Ну, знаменательная дата. И знаменательно то, что у нас в Кузбассе, это даже не знаменательно, взяли и закрыли школы. Одни из первых. Ну, как бы сказать, закрыли. Вот, пожалуйста, школа закрыта, да? Было, конечно, ожидаемо, но неожиданно для нас родителей. Просто дети оказались, у меня сын учится в 7 классе, предоставлены самим себе. Мы просто, как родители, возмущены таким вот поведением властей. Ничего не было. Они говорят, да, что большая смертность. Типа, ну, хоть одного ребенка пусть предоставят, что он умер или заболел. Или статистика по заболеваемости учителя. Ничего, одни слова. А школы закрыты. Мы еле ужас этот выдержали весной. Весной был какой-то кошмар. Весной, вот мы вспоминаем, вот этот четвертый четверть, как какой-то дикий ужас. Когда я зашла летом в эту школу, там проводили провода. Я еще спросила, а почему проводят провода? Они сказали, что типа безопасность какая-то. Потом выяснилось, что это скоростной интернет. То есть заранее, до пандемии, до их, я не знаю, режим чрезвычайной ситуации не объявлен. Пандемия не объявлена. Были подготовки к тому, чтобы детей наших засадить дома. Дома. Вы понимаете, я ребенка лечу сейчас от сколиоза. Только вылечились и опять. Это что такое? Я считаю, что вот этот эксперимент над нашими детьми. Я знаю, что за границей, в Испании, в Италии дети учатся. А в Ирландии даже при пятом степени опасности дети все равно идут в школу. И вообще, я не знаю, но у меня ребенок постарше. Мне жалко начальную школу. Ребятишки только пошли в школу. И вот этот кошмар. Ну, не только для родителей, а для детей. Они учатся писать. Они социализируются. Понимаете? Вот почему этот эксперимент я написала? Потому что это эксперимент, именно эксперимент. Сможет ли ребенок, то есть, ставить такую рамку ребенка, что он превращается в аутистер. То есть, ребенок оторван от общества. Я считаю, это социальный эксперимент. И он еще будет долго давать о себе плоды. Я считаю, не так страшна пандемия, так, что если что будет над нашими детьми. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я обращаюсь от всех матерей, от всех родителей города Новокузнецка и вообще Кузбасса. У нас сложилась такая тяжелая остановка. Я думаю, сейчас, как и везде, потому что наши детей посадили всех на дистанционное обучение. У меня старший ребенок студент. Он так же, как и все, сейчас находится дома. То есть, мы весну пережили так же дома, сейчас мы опять сидим дома. У меня ребенок получает профессиональное образование. Я что хочу сказать. Сейчас вот это вот поколение, оно потом не найдет себе работу. Ребенок должен проходить практические занятия. То есть, ребенок должен осваивать профессию. У меня ребенок просто сидит дома, пишет какие-то рефератики на тему по своей профессии. То есть, руками не дают попробовать то, что дети должны пройти на производстве, обучиться, прийти специалистам. То есть, хорошим специалистам и приносить пользу обществу, государству, своей деятельностью. Наши дети, вот эти наши поколения, они лишены этого. То есть, даже если ребенок закончит образование, он не сможет найти хорошую работу, потому что по специальности он так и не сможет работать, потому что фактически ребенок ничего не умеет. Вот. Вы поддерживаете сегодняшнюю работу? Да, я поддерживаю Москву. То есть, родители Москвы, которые все вышли против цифровизации, против дистанционного обучения. То есть, я хочу сказать, что Кузбасс против дистанционного обучения. Кузбасс против дистанционного фашизма. Мы просим прекратить этот эксперимент для детьми и посадить, вернуть детей из школы. Спасибо. Я бы хотела узнать, за что наши деды воевали, за что наши дядьки, тетки. У меня мать на войне была. Она трактористкой была, она тонула, как зорит здесь тихие. За что у меня дядька погиб на войне, за что? За что у меня отец пришел с войны? Я не согласна вот с этим, что нас куда завели. И хочу, чтобы все было нормально. И хочу, чтобы дети учились. Внуки у меня ходят, восьмой, девятый класс. Сидят сейчас дома. Изолировали дома сидеть. Я не хочу этого. И хочу, чтобы дети учились, внуки учились. Они сидели дома. И не были неучими. Куда нас привели? Маски одели, намордники, перчатки. Рабами нас со всем сделали. До каких пор мы будем это все терпеть? Пора уже с этим заканчивать. Мы все-таки люди и живые. Русские люди. Я служила в армии. У меня есть военный билет. Я служила в советское время. Я этому, я подчиняюсь только советской власти. Но никак не Российской Федерации. Это точно пройдет. С пакетом мокрым на голове. С электрометками на руке. Моя Россия сидит в тюрьме. Но верь же мне, Это пройдет.